Коллега, рядом со мной Светлана Селенина, компания InfoLine, спикер нашей деловой сессии. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Давайте, наверное, буквально пару слов о компании и сразу погрузимся в сессию. Компания InfoLine более 20 лет оказывает информационно-аналитические услуги российскому и зарубежному бизнесу в разных сферах реального сектора экономики. Вы были спикером, у вас была какая-то интересная тема, давайте по ней поподробнее. Да, на нашей сессии мы представили рейтинг топ-100 ритейлеров российских, а также мы поговорили о той ситуации, на которой находится потребительский рынок. Моя часть доклада была главным образом посвящена импортозависимости российского рынка потребительского от импортных товаров, соответственно. Хочется очень подробно, но спрошу все же тезисно, да, вот какие основные моменты? Ну, главными моментами является то, что на потребительском рынке все, что связано с пищевой отраслью. За последние годы мы хорошо импортозаместились, 24% всего приходится на импорт, но это тот импорт, от которого вряд ли мы сможем отказаться. Это как таруарные продукты в виде, допустим, вина, это фрукты и овощи, которые просто в силу географического положения нашей страны мы не сможем вырастить. Те же апельсины, бананы Норвегия пробовала, у них не получилось, слишком дорого. Но, к сожалению, в непродовольственном сегменте ситуация значительно хуже. В разных категориях разная доля импорта присутствует в розничной торговле, но, допустим, в компьютерах, в электронике, в бытовой технике, в одежде, обуви доля приходится, 80-90% приходится на импортные товары. И, к сожалению, теперь полки наших магазинов будут под большим вопросом, что на них будет представлено, чем будем торговать, потому что есть зависимость импорта от, соответственно, готовой продукции, а есть еще импортозависимость производителей, которые находятся на российском рынке в силу комплектующих, оборудования, ингредиентов и сырья, которые также нужно будет каким-то образом замещать, что, опять же, не все возможно. — Скажите, было ли на сессии вот этот вот лучик света, какие-то мысли о том, что вот спикеры вместе поделились своим мнением, и все-таки был найден какой-то вектор развития, чтобы не пустовали полки и при этом закрывали все потребности клиента? — Ну, мы постарались предоставить разные стратегии. Наши коллеги из Рамира предоставили стратегию потребителей, которую нужно изучать, чтобы более грамотно работать с их нуждами. В моем докладе были стратегии, наиболее перспективные, предложенные для производителей и поставщиков. Это синергетическое развитие, это сделки M&D, так как много активов сейчас на рынке уходящих иностранных компаний будут стоить действительно доступных для многих бизнесов, а они получат хорошие заводы, современные и даже какие-то бренды, которые останутся локально на территории России. И другие стратегии в виде вывода новых продуктов. Наша компания очень внимательно следит за выводом всех новинок, и мы уже сейчас видим, что за последние пару-тройку месяцев успели сделать российские производители на рынке. И еще один важный месседж, который я бы хотела сказать. Не нужно глупо копировать уходящие бренды, не нужно делать а-ля попсикола, а-ля кока-кола. Давайте дадим российскому потребителю хороший, классный российский локальный бренд, который займет достойное место в сердцах, кошельках и сумках наших потребителей. На первоначальном этапе, скорее всего, это будет проще. Ты показываешь, что это то, что люди уже любят и уже могли купить. Но при этом, при всем, это, наверное, путь в никуда, поэтому развиваем свои бренды, свои производства, все будет хорошо. Спасибо вам большое за интересное общение.